Ну что ж, вот у нас и свежие новости от Яндекс.Дзен. Барабанная дробь, дорогие друзья! Наконец-то! Что на этот раз? На этот раз нам предлагают монетизировать посты. Но, естественно, посты будут монетизироваться не у всех. Для тех, кто не в курсе, сейчас я расскажу, что такое посты, кого допустят до программы монетизации постов, кого не допустят. Итак, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Итак, посты в ленте Яндекс.Дзена. Пост — это такая короткая заметка, которая видна преимущественно пользователям мобильных устройств. Рекомендуется они также на основе личных предпочтений каждого пользователя, но пост виден в рекомендациях только в течение суток после публикации. В одном посте может быть до 1500 символов и до 10 картинок. Но еще одна особенность постов до недавнего времени заключалась в том, что их нельзя было монетизировать, то есть рекламные блоки там не размещались, выгоду вы с этого никакую не получали. Ну как не получали? То есть сам Яндекс.Дзен говорил, что посты нужны для того, чтобы удержать внимание пользователей на вашем канале, и чтобы привлечь новую аудиторию. Да что ты говоришь? Ну вот, в принципе, с постами, наверное, все понятно. И, наверное, понятно, почему их сейчас потребовалось монетизировать. Все дело в том, что, ну кто будет делать посты, если за это не платят деньги? Скажем так, работа впустую. Эти все красивые слова, с ними все понятно, что привлечь аудиторию, найти новых подписчиков. Ну разве что плюсом было то, что их создавать легко. По-быстренькому что-то набросал, вот тебе практически готовая публикация. Но этот вариант был совсем для ленивых, кто не хочет работать. Ну и очевидно, что такой формат не особо заходил авторам. Очевидно хотя бы из того, что Яндекс.Дзену пришлось принимать какие-то меры, чтобы пользователи захотели создавать этот контент. А меры, как вы видите, заключаются в монетизации. Но эта монетизация не совсем привычная, То есть там не будут появляться рекламные блоки. Но Яндекс.Дзен будет платить отдельным авторам, которые пройдут по критериям отбора, которые он сам придумал. То есть опять же деньги будут получать только избранные. Посты у нас будут, но только от избранных. Для этого нужно подать заявку. Но подать заявку смогут не все. К счастью там описаны критерии каналов, которые пройдут проверку, а которые не пройдут проверку. Давайте разберем, что же там такого? Они говорят о том, что контент на всем канале Должен соответствовать критериям качества Яндекс.Дзен Уже половина каналов просто пролетели Канал должен выпускать не меньше 20 постов в месяц Я то есть делаю где-то 3 публикации в неделю У меня получается 12 публикаций Все, я пролетаю Это на канале по истории Ну то есть это должен быть такой канал Где вы публикуете практически каждый день Кроме выходных Вот вам пожалуйста Но там ведь если почитать правила Речь идет вообще не о публикациях То есть я то публикую 3 публикации А там имеются в виду 20 постов То есть это помимо публикаций Которые вы делаете на канале Нужно еще каждый день пост писать И некоторые авторы не запариваясь Пишут такие простенькие посты Которые анонсируют какие-то содержания Будущих публикаций Дзена То есть такой пост-анонс К будущей большой публикации Так вот это теперь не будет работать Они не будут платить за посты Которые анонсируют содержание Следующих публикаций Плюс пост должен быть уникальным Ну это понятно Нести самостоятельную ценность для читателя Что бы это ни значило Ох уж эти расплывчатые формулировки на Дзене Нельзя чтобы пост содержал ссылки На сторонние ресурсы какие-то Ну и нельзя чтобы пост содержал Даже ссылки на другие публикации Дзена Вот так вот То есть пост в данном случае Должен быть как публикация Но только очень коротенькая Вот так Помимо этого Канал который подает заявку На монетизацию постов Сам по себе не должен нарушать Правила Дзена На нем должна быть подключена Монетизация Плюс не только канал должен не нарушать Но еще и публикации не должны нарушать А как мы знаем Сейчас новый алгоритм Дзена С предупреждениями Все начал проверять И там совершенно абсурдное предупреждение Совершенно по абсурдным обстоятельствам Банят какие-то публикации Банят какие-то статьи Не получается Там не знаю У меня вот допустим Пост про еду Там бах пишут Что ограничено за шокирующий контент Статья про боевого офицера в Афганистане Мне пишут Ограничено за ненормативную лексику Видео об этом я делал В подсказках его прикреплю Посмотрите Там все нормально Все разрешилось Все разбанили Но тем не менее На канале по истории Десятки предупреждений По половине из них надо писать там В техническую поддержку И говорить За что вы меня забанили То есть Вот у меня канал Где сотни публикаций Там если я не ошибаюсь Уже там штук 800 И там предупреждений 30 Уже вылезло Я не успеваю Многие из них снять Ну потому что Некоторые из них абсурдные Действительно А там уже появляются новые То есть мне сейчас Чтобы попробовать Подать этот канал В заявку на эту монетизацию Нужно сперва Разобраться со всеми предупреждениями По большей части Из них написать Техническую поддержку Подождать пока они ответят Те которые Не получится разблокировать Ну либо удалить Либо что-то с ними еще сделать По некоторым из них Ситуация не сдвигается С мертвой точки Потому что Как я уже говорил Я пишу техническую поддержку Вот здесь так и так Полный абсурд За что вы забанили эту статью А мне пишут Мы не можем ее перепроверить Потому что Вы ее уже редактировали Про то что Абсурдные какие-то Правила Яндекс.Зена И про то что Почему нельзя редактировать Статьи после публикации Я рассказывал в прошлом видео В подсказках его прикреплю Посмотрите Вот Мне нужно брать Какой-то другой канал У меня их частью 3 Искать где нет предупреждений На самом деле Предупреждений нет Только на канале про фильмы На канале который Личный блог Там их немного Штук 5 Можно тоже разобраться Ну и вот с этих каналов Можно попробовать подать Но тут все не так просто Если даже я пройду эту проверку В чем я сильно сомневаюсь То все равно Как я начну публиковать посты Монетизироваться они начнут Только с того момента Как наберут Минимум 10 тысяч просмотров А учитывая то Что пост крутится сутки После публикации Это будет сделать Не так-то просто Деньги будут платить За взаимодействие читателями С данным постом То есть за дочитывание И за просмотры в ленте Платят больше За взаимодействие поста С подписчиками Чем за взаимодействие Просто левых людей Которые пролистали И дальше пошли И цифры вознаграждения Вроде бы неплохие озвучены То есть вам должны платить До 6 тысяч рублей За один пост Но как вы понимаете 6 тысяч рублей Это сумма скорее всего Прям недостижимая Нужно очень будет Сильно постараться Чтобы получить эти 6 тысяч рублей Многие какие-то Интернет-издания Интернет-паблики Уже анонсировали Что за посты будут платить Там чуть ли не 6 тысяч рублей Нужно понимать Что 6 тысяч рублей Это вот наверное Прям идеальная ситуация Скорее всего Будут платить не так много А 6 тысяч ограничения Поставили просто потому Что некоторые посты Действительно могут быть Очень популярные И чтобы не платить Прям огромные деньги Если такое случится То поставили вот эту планку Это не плюс Это на самом деле минус И еще в месяц Будут платить не больше 200 тысяч рублей Тоже такое большое ограничение Которое звучит вроде как Вау здорово За посты будут платить 200 тысяч Но по факту это ограничение Только для самых успешных авторов Чтоб им не платить больше Ну а скорее всего Все остальные Будут получать не так много Но опять же Что это значит Это значит Что бюджет у обычных авторов Которые скажем так Не прошли проверку Дзен Которые не смогли Участвовать в этой программе Будет слегка урезан В угоду тем Кто будет публиковать Эти посты Вы держите здесь Вам всего доброго Хорошего настроения И здоровья А все почему Потому что Дзен вводит постоянно Новые форматы То же самое было с Короткими видео Причем короткие видео Если я не ошибаюсь Которые до минуты Там тоже было так Что ты подаешь заявку Если она одобрена Приходит письмо на почту Здесь то же самое Подаешь заявку Приходит письмо на почту Если одобрено И нужно для монетизации Сперва набрать 10 тысяч просмотров И вот эти все Новые форматы Они как бы Отбирают хлеб У нормальных авторов Нормальными авторами Я называю тех Кто делает обычные Текстовые публикации Просто денег нет По моему мнению Изначально Дзен был площадкой Для таких блогеров Которые пишут тексты Таким бы он и оставался Но потом добавили Просто видео Где монетизация Начинается от 2 минут Ладно Хорошо Вы хотели там Переплюнуть ютуб Хотели сделать из дзена Чуть ли не новую Социальную сеть Где будут и видео И тексты Но нужно понимать Что когда хочешь Все сразу То получаешь Вообще ничего Это вот как правило Что канал обо всем Это одновременно Канал ни о чем Здесь так же Площадка На которой много разных форматов Это площадка Вообще не для какой аудитории То есть кому-то нравится Смотреть видео Кому-то нравится читать тексты А вы пытаетесь запихнуть И тексты И посты И короткие видео И чуть ли не там Галереи вот эти вот И раз за разом Один формат за другим Проваливается Помните галереи Пожалуйста Вот вам пример Потом вы его закрыли Короткие видео Во что сейчас превратились Люди снимают какой-то контент Про то как они Косят траву Я сам сейчас начал А ладно Вот смотрю там Примеры такие Думаю Надо попробовать Снимаю видео Про то как я стельки В ботинки засовываю Качественный контент На Яндекс.Зен Где же вы боретесь Тогда за качество Качественный контент Мы очень много О нем говорим То есть по сути В формате коротких видео Я могу сейчас выйти До минуты Снять любую вещь То есть Показываю как машина едет Показываю как летит птица Показываю как бежит собака И все И если у меня Я прошел это одобрение И монетизации То мои короткие видео Будут крутиться И я буду на этом Зарабатывать деньги Хотя не вкладывал особо усилий То же самое и с постами Написал что-то коротенькое Вот пожалуйста Монетизация А усилия при этом Вкладывают те Кто пишут длинные публикации Усилия вкладывают Пускай даже те Кто снимает видео От двух минут Потому что от двух минут Надо еще подумать Что бы там такое снять Не будешь же снимать Как две минуты бежит собака Хотя я и такое видел Другое дело Что смотреть не все будут В общем смотрю я раз за разом На новые инициативы Яндекс.Дзена И думаю Ну зачем Ребята Ну возьмите вы один формат Те же нормальные Длинные публикации Доводите их Развивайте площадку В этом направлении И зачем вы придумываете Какие-то новые Никому не нужные форматы Ну понятно же Что формат не особо нужен Потому что Раз вам понадобилась Финансовая поддержка Чтобы его продвигать Значит и он Особо не пользуется Популярностью Особо не пользуется Популярностью По вашему мнению Потому что денег За него не платят И это тоже Ладно согласен Но сейчас вы хотите Платить за него деньги Но только Избранным людям И поэтому Как всегда Отнимаете бюджет У обычных авторов Которые вкладывают Намного больше сил И намного больше времени Подумайте над своим поведением Вот Хотя кто я такой Чтобы вас учить В общем Это Кретов Подписывайтесь на мой канал На инстаграм Тоже подписывайтесь У меня на этом все До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok